Айо, с вами Вадис. Здарова! И пока все добивают батл пассы и аккаунты с двойным опытом, я расскажу вам несколько подтвержденных новостей из мира Apex Legends. Начнем, пожалуй, с самого сочного. R99 снова в деле. Хе-хе, бай. И мало того, что нам вернули этот мега-ствол, она получит легендарный скин за повышение сотого левела в батл пассе седьмого сезона. К ней на замену в дроп залетает ищейка. Не знаю как вы, а я доволен. Едем дальше. В игру добавят новую модификацию, на ведомый ИР-Е45. Бонусы за данный мод. Быстрое прицеливание, повышенная точность при стрельбе от бедра и почти моментальная смена оружия. Теперь для Вингмана стоит выбор, данный мод или Череполом. А что выберешь ты? Пиши свой ответ в комментарии, а мы едем дальше. Клубы. Новая функция, которая упрощает поиск отряда для сражений. Клуб сможет создать любой игрок. У каждого клуба должно быть свое уникальное название и тег, которое будет показываться в матчах. Клубы будут разделены на два типа. Открытые и закрытые. В открытый клуб попадет любой желающий. В закрытый можно попасть только по приглашению, либо отправить запрос на вступление. Также будет доступна история клуба с информацией о последних вступивших игроках или попадением какого-либо участника в топ-3 матча. Также в клубах будет присутствовать система рангов. Владелец, администратор, капитан и грант. У клубов будут специальные значки, показывающие насколько крут ваш клуб. Вместимость клуба 30 человек. К сожалению, вместимость не такая большая, как хотелось, но хоть что-то. Перейдем к не менее интересным вещам. Скины. В трейлере игрового процесса седьмого сезона мы увидели несколько скинов, которыми будут обладать люди при приобретении батл пасса. Обладателями стали Актейн, Рейв, Ватсон, Хорайзен. Лично мое мнение, Актейн как будто сбежал из Фортнайта. Перейдем к транспорту. В трейлере нам показали возможность устанавливать на три зуби с различной способности легенд. Такие как купол, бочки и даже пулемет. Почему бы собственно и нет. Однако помните, что договая звезда, заряды стража, заборы Ватсон могут временно вывести транспорт из строя. Так что можно попасть, так скажем, в неловкую ситуацию. И вот мы подошли к концу. Спасибо за просмотр, надеюсь тебе понравилось данное видео. Подпишись на канал, ставь лукас и ударь в колокол, дабы не пропустить следующий видос. До новых встреч.